Духовная война. Открытие успеха в понимании границ молитвы. Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание». Мы все живем в каком-либо государстве, где есть закон и конституция. Мы граждане своей страны и обязаны соблюдать закон и конституцию. А если нет, так к нам сразу придут представители закона и будут разбираться. Или нет? Если мы нарушаем, как называют таких людей? Беззаконники. А если нас никто не видит, а мы нарушаем закон? Да, из окружающих нас никто не видит. Но, несомненно, духовный мир видит все. Духовная война, то есть молитвы, которые мы ведем в духовном мире, как мы их ведем с властью Божией, от имени Его, как Его представители или как беззаконники. Можно иметь успех в молитве, а можно и нет. Вот об этом мы и поговорим сегодня более детально. И более конкретно, это в духовной войне, ходатайственной молитве, за кого-либо есть границы, за кого мы можем молиться, а за кого нет. От этого зависит успех или молитва кулаком в воздух, впустую. И, конечно, о ходатайственной молитве, где каждый может ходатайствовать без знания власти, границ, то есть каждый, независимо от возраста физического, возраста духовного. Независимо от и мужчины, или женщины, эта молитва, ведомая Духом Святым. Открутить для себя секреты успеха в молитве и духовной войне в этом проницательном видео. Мы углубимся в границы ходатайственной молитвы и в то, как она может повлиять на наш духовный путь. Не пропустите эту ценную дискуссию о духовной войне, молитве и ходатайстве. Подпишитесь сейчас, чтобы получить больше вдохновляющего контента. Одновласть – три ветви. Чтобы иметь власть верующего в жизни и в молитве, мы должны быть подвластны Божьей власти на земле среди людей. Власть от Бога на земле, которая поставлена в трех сферах – родительская, государственная и духовная. Божья власть на земле, чтобы был порядок среди людей, она одна и действует в трех направлениях. Во-первых, родительская, во-вторых, государственная, в-третьих, духовная. Если мы нарушаем хоть одну из его власти, мы становимся противники Божьей власти на земле. А как такие называются? Правильно, беззаконники. И такой человек уже не имеет власти верующего в жизни и в молитве. И не может вести духовную брань в молитве. Слышу возражения, молиться могут все. Я согласен, все. А результат? Как беззаконник может молиться на территорию сатаны и иметь результат? Кто там его будет слушать? Представьте, беззаконник изгоняет беса, который находится в подчинении сатаны. Тогда такой человек выше сатаны. Допустит ли сатана, чтобы человек, беззаконник, руководил его подчиненными? Конечно, нет. Когда человек нарушает хоть одну систему Божьей власти на земле и дальше молится. Да, может молиться. Но весь духовный мир знает, что он не подчинился Божьей власти. Люди не знают, но духовный мир знает. И его никто слушать не будет. Очень часто такая духовная война, молитвы, не проходят долго, потому что человек молится, у него нет результата и прекращает молиться. Границы молитв и духовная война. В духовной брани есть также еще один фактор, как границы молитв. Даже если молитвенник имеет власть, как верующий, в духовной брани есть границы, от которых зависит успех молитвы. Они обусловлены даром Бога для человека, таким как свобода выбора. Этот выбор никто не может нарушить. Мы не можем вести духовную брань за человека, если он не хочет или не знает. Нет, наверное, так. Может, но иметь результата не будет. Есть одно исключение, когда молитвенник молится под личным ведением Духа Святого. Например, молиться за соседа, связывать греховные, блудные связи, а он и понятия не имеет – это будет безуспешно. Молиться за президента другой страны и беса изгонять – безуспешно. На что можно вести духовную брань? За детей – это родительская власть. За внуков уже нельзя, так как у них уже есть свои родители. Например, за работу, только где мы работаем. Помните, власть верующего – это родители, государство и церковь. Там, где мы, лично часть чего-либо – дом, церковь, работа, семья и тому подобное. За всех остальных можем молиться и иметь успех. Во-первых, личное ведение Духа Святого. Во-вторых, если они сами попросят нас, то есть личная просьба. В-третьих, наши враги. Они действуют на нашей территории и открыты для наших молитв. Личная просьба открывает двери для духовной брани на территории этого человека. Эта молитва, духовная война, духовная брань, также может быть ведома Духом Святым, где сам Дух поведет, за кого молиться и против кого молиться. И также может возрастать и уменьшаться. Она живая. Вот вроде бы немного рассказал в духовной брани, молитвы на территории духовного врага. Это я писал только немного, так как это сейчас не касается данной темы. Более детально, во всех подробностях, я все это опишу обязательно, но чуть позже. Сначала ходатайственная молитва к Богу Отцу, Духу Святому и Господу Иисусу Христу, где молиться может каждый. Духовная война и молитва с Духом Святым. Сила ходатайственной молитвы в духовных битвах. Ходатайственная молитва, ведомая Духом Святым. Чем она отличается от обычной молитвы? Здесь дается. Мы оставляем место для Духа Святого и слушаем, куда Он поведет. Скажет, за кого молиться. Мы только соглашаемся и молимся. Ходатайствуем. Берем за пример и в дальнейшем молитва за семью. Муж, сын, дочь с мужем и внук. Основа молитва Иисуса Христа. Да будет воля Твоя. Откроем Евангелие от Матфея, 6 глава, стихи с 9 по 13. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Да придет царствие Твое. Да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наши. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое и царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, стихи с 9 по 13. И второе место из Писания, основа молитвы. Откроем Евангелие от Матфея, 26 глава, стих 39. И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. Евангелие от Матфея, 26 глава, 39 стих. В нашей молитве мы просим Бога, чтобы в жизни наших близких исполнилась Его воля, как и у Иисуса Христа. А наша молитва может звучать так. Бог наш, Отец Небесный, да будет воля Твоя в жизни моего мужа, сына, дочери с мужем и внука. Ибо Тебе принадлежит вся слава, вся честь и вся хвала. Аминь. Пусть молитва маленькая, но сильная. Вы хотите, чтобы Бог исполнил вашей семье свою волю? Если да, поставьте лайк под записью. Короткая, но сильная молитва. Ее легче произнести, пока ваша молитва не 50 минут, правильно? Ее легче вставить в рабочий день. А если вы решили вести молитвенную жизнь, вам Дух Святой сам напомнит о молитве. Просто служитесь Его и произнесите эту короткую молитву. Учитесь слышать и отличать от своих мыслей голос Духа Святого. Друзья, молиться будет звать Он. Ваша плоть будет искать отговорки, чтобы не молиться, друзья. Кстати, и желание своей плоти тоже научитесь отличать. Мы сами выбираем, чей голос слушаем. Сестры, братья, конечно, голос Духа Святого. Так ведь? Даже если вы не помолились с утра, ее можно сказать и на работе. Отвернитесь в сторону, чтобы никто не видел, и произнесите. Все, что вы скажете тайно, Бог видит и воздает явно. Как громко? Лучше, чтобы вы слышали. Но если нет возможности громко, отвернитесь, помолитесь шепотом. Главное. Главное – это ежедневно. А вы ведете молитву за своих ближних перед Отцом Небесным? Если да, поставьте лайк под видео. Сердце молитвенника. Как громко возносить молитвы или насколько тихо слышит нас Бог? Как? Кричать или шепотом возносить молитвы? Интересный случай произошел с одной женщиной по имени Анна, пророком Ильей и пророком Самуилом в Ветхом Завете. Откроем первую книгу царств, первую главу стихи с 10 по 17. «И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря, «Господи всемогущий Божий Саваоф, если Ты презришь на скорбь рабы Твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитям мужеского пола, то я отдам его Господу в дар на все дни жизни его, и вина из секера он не будет пить, и бритва не коснется головы его». Анна молилась в сердце своем, губы только шевелились. Рядом сидел и все видел священник Ильей, и ничего не слышал. А Бог видел сердце Анны и слышал еле открывающиеся ее уста. Ответ от Бога знаю, пришел на землю пророк Самуил. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что говорит Слово Божье о молитве, о бане. Более того, мы еще будем говорить на темы «Духовная война», молитвы, ходатайство, Бога Отца, Иисуса Христа и Духа Святого. Подписывайтесь, будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. Пожалуй, сегодня я заканчиваю. Между прочим, если вам понравилась запись или вы получили Слово Откровения Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.